Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 12 главу книги пророка Захарии. Эта глава открывает с собой небольшой цикл пророчеств о втором пришествии Мессии. И поэтому эти главы очень важны для нас, христиан, для того, чтобы понимать, что происходит в жизни Иисуса Христа. И одновременно понимать конечные судьбы мира. Потому что конечные судьбы мира начинают свершаться в момент воплощения Бога, пришествия в мир Иисуса Христа, Его смерти, воскресения. И поэтому книга пророка Захарии дает очень важные ключи к пониманию происходящего в жизни Иисуса Христа, в жизни Церкви и в жизни всего мира. Здесь два главных эпизода. Прежде всего, пророчество о том, что Иерусалим будет обновлен и будет очищен, будет одержана победа над враждующими народами. И одновременно будет послан дух благодати, умиления, покаяния. И народ увидит свои грехи, раскается в них, и это будет подлинным очищением. Настоящая победа и освобождение наступает не в тот момент, когда мы побеждаем внешних врагов, но прежде всего, когда после победы над внешними врагами мы способны очиститься от той неправды, которая накопилась за время борьбы. Итак, пророческое слово от Господа об Израиле. Господь, который распростер небеса, положил основание земли и создал дух в человеке, возвещает. Смотрите, я делаю Иерусалим чашей, опьяняющей все народы вокруг. Будут осаждены и иудеи Иерусалим. В тот день, когда все народы земли соберутся против него, я сделаю Иерусалим неподъемным камнем для всех народов. Все, кто примутся его поднимать, надорвутся. Замечательный образ. Во-первых, Бог представлен как Бог Вседержитель, Он творец неба и земли. Он сотворил человека и наделил его своим образом и подобием, вложил в него дух жизни. Именно этот Бог Вседержитель возвещает конечные судьбы Израиля. Речь идет о народе Божьем, против которого враждуют языческие народы. И этот народ окажется непобедимым. И здесь употребляется несколько удивительных образов. Во-первых, враги нападают на народ, но Иерусалим становится как чаша вина. И тот богатырь, который выпьет эту чашу вина, он теряет равновесие. Поэтому народы будут враждовать, но они на самом деле сами опрокинут самих себя. Немножко это похоже на то, как в богослужении представлен ад. В момент сошествия Христа в ад, ад радуется, точно так же, как и враждующие народы уже ликуют, предвкушая добычу. Но результатом станет такой эффект. Эта добыча, наоборот, сможет поглотить ад. Ад поглощает Христа, но, сказано, и он огорчился. Вот точно так же здесь враждующие народы как будто захватят Иерусалим, но это станет для них слишком горькой чашей вина, которая крушит голову, опьяняет и, в конце концов, приведет к поражению. И другой образ, конечно, праведник, верующий человек, он обладает определенной весомостью. И поэтому для всех лжецов, язычников, фидалопоклонников верующие люди становятся неподъемным камнем. Действительно, кто захочет враждовать или взяться за него, тот надорвется. И дальше пророк предвещает ужасы, которые покроют всех врагов Израиля. «В тот день я поражу всякого коня смятением, а его всадника безумием», — возвещает Господь. «Я открою очи мои, я буду смотреть на дом Иуды, а всех коней у народов поражу слепотой». Замечательные поэтические образы, и поэтому благодаря поэтическому языку эти пророчества входят как бы в глубину нашего сознания. Видите, Бог будет как всевидящее око, Господь видит, это означает, что Он нас презирает, в смысле в хорошем значении, Он заботится о нас. Он нас видит, означает, покрывает своей милостью. И наоборот, враждующие народы изначально были слепы, и поэтому они и физически ослепнут. Не только всадники ослепнут и придут в замешательство, будут покрыты безумием, но и их кони тоже будут охвачены паникой. Тогда вожди Иудеи осознают, что жители Иерусалима сильны, потому что Господь сил — их Бог. «В тот день я сделаю вождей Иудеи горящей жаровней посреди дров, пламенеющим факелом среди снопов, они будут пожирать все народы вокруг, направо и налево, а Иерусалим снова будет заселен на прежнем месте». Для того, чтобы одержать победу над врагами, очень важно горение духа. И очень важно понимать, что если ты борешься за правое дело, то действительно силы не только в твоих мышцах, в твоем оружии, но прежде всего в том, что Господь сражается на твоей стороне. И это не всегда очевидно вождям. Поэтому сказано, что вождям Иудеи придется пройти какой-то путь, прежде чем они осознают, что в действительности Господь сражается на их стороне. Они поймут это, если правильно прочитают знаки, о которых говорится в предыдущих главах, о том, что всадники и кони будут сражены безумием, ослепнут. Все это знак для вождей Иудеи, для того, чтобы они поняли, что Господь сил, Господь воинств на их стороне. И когда ты это понимаешь, то в этот момент ты становишься действительно как огонь, оказавшийся в стоге сена. Поэтому эти замечательные образы, раскаленная жаровня посреди дров, понятно, что вся груда дров воспламенится. Пламенеющий факел, разве его можно спрятать среди соломы? Конечно, нет. Вот точно так же все враги погибнут, а народ Иерусалима вернется в свой город, и город будет опять заселен в прежних стенах. Господь сначала спасет жилища Иудеи, чтобы слава дома Давидова и жителей Иерусалима была не больше, чем у Иудеи. Здесь замечательный образ. Многие отцы церкви подчеркивают, что жители столицы иногда впадают в гордыню и считают себя центром всего. И поэтому, когда Господь готовит победу своего народа, то прежде всего Он освобождает окружающие селения для того, чтобы жители Иерусалима не гордились своей властью, своим могуществом. Господь защищает прежде всего смиренных и нищих и бедных сынов земли. В тот день Господь защитит жителей Иерусалима, и самые слабые среди них станут подобны Давиду, а дом Давида станет подобен Богу, подобен Ангелу Господнему, идущему перед ними. И в тот день я погублю все народы, которые нападают на Иерусалим. И победа станет полной и окончательной лишь в тот момент, когда Господь пошлет Свой Дух. И, конечно, здесь пророчество о неспослании Святого Духа в момент смерти, воскресения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы. Но это пророчество очень важное. «Я и залью на дом Давида и на жителей Иерусалима Дух благодати и молитвы». И иногда переводят «Дух благодати и умиления, утешения». Нам знакомы эти титулы Святого Духа, Дух утешитель, Дух благодати, Дух истинный. «И они будут смотреть на меня, на того, которого пронзили, и будут оплакивать его, оплакивать меня, как оплакивают единственного сына, и горевать о нем, как горюют о первенце». Конечно, эти слова вспоминают евангелисты, когда описывают момент распятия Иисуса Христа. Мессия должен умереть позорной смертью, он будет вознесен на кресте, он будет распит, его сердце будет пронзено копьем, и это приведет к покаянию. Жестокое сердце, окаменевшее сердце народа, будет разбито духом сокрушения, духом умиления, духом благодати. И будет плач по всей земле, как плач, который был в Иерусалиме, в долине Мегидо, плач Гадат Римона. Здесь вспоминаются события о том, как весь народ оплакивал безвременную гибель благочестивого царя Иосии, который пал в сражении с войском фараона в долине Мегидо. И это был действительно великий плач, великая скорбь и траур, и точно так же, даже еще больше, будут горевать и оплакивать отвергнутого мессию царя. Вся страна будет горевать в трауре, оплакивать, стенать. Здесь постоянно повторяется слово «отдельно», потому что подлинное покаяние, сокрушение, плач всегда совершается в одиночку, лично. И поэтому женщины будут горевать отдельно от мужчин, для того, чтобы действительно принести плоды покаяния, и для народа открылись бы новые перспективы в жизни. И здесь описываются масштабы этого плача, перечисляются имена Давида, Нафана, Левия, Шемея, и указываются на все остальные племена, семьи, роды. Для того, чтобы сказать, что вся полнота народа. Давид – это, конечно, образ царей, и царственное сословие Нафан – это, вероятно, пророк, и поэтому семьи и потомки пророков. Левий – это священники и потомки священников. И вообще весь народ будет оплакивать того мессию, который будет вознесен на кресте и будет распят. Но его смерть в действительности станет подлинной победой Бога над злом и грехом этого мира. На портале Экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Экзогет.ру с вами был婚 reached Привет! Продолжение следует...